Елена Сазанова живет в седьмом микрорайоне. Прямо из окон женщина наблюдает за тем, как прямо на глазах растет новый детский садик. Муж принимает непосредственное участие в процессе, работает строителем на объекте. Василиса выросла. В этом году девочка пойдет во второй класс. Со слобой бруйчанки в микрорайоне живет много молодых семей, а потому садику быть. Приходилось возить, ничего страшного. Мы ждем строительства школы, это просто необходимо. Мы так и ждем. Я ей говорила Василисе, что дай бог удачи на муде, пятый класс, пойдешь уже в новую школу. Садик растет на глазах. Согласно проекту, площадь помещений составит почти 2300 квадратных метров. С учетом прилегающей территории застройки приблизится к 10 тысячам квадратов. На объекте трудится порядка 70 строителей. На сегодняшний день выполняем работы по кладке. То есть это идет строительство, возведение основных несущих стен, перекрытие. Первый этаж возвели, второй этаж, третий, кое-где уже заканчиваем. Будем переходить на кровельные работы. Основной материал кирпич, а вот внешний вид обещает быть необычным. Фасад будет разного типа в разных местах. Где-то декоративная штукатурка, где-то панели. Садик рассчитан на 240 малышей. Маленьких побручан встретят спальные и игровые комнаты. На улице предусмотрены игровые площадки, будет бассейн. Одновременно со строительством основного корпуса садика идет возведение здания бассейна. Он будет 12 метров в длину и 6 в ширину. Здание садика и бассейна соединит галерея. Местные жители с нетерпением ждут скорейшего открытия. Все радуются новинке. У Вероники Стельма годовалый сын. Молодая мама очень надеется. В новом садике хватит места и ее сынишке. Я живу здесь в 102-м доме строителей 102. Очень надеюсь, что я попаду в этот садик. Мест очень мало, ограничено, насколько я знаю, что 240 мест только. Поэтому очень бы хотелось, конечно, побольше. В следующем году собираемся в садик? Надеемся. Очень хорошо, что здесь садик, потому что туда водить не очень удобно. Мы ходим в 77-й возле почты. Пешком мы, наверное, за минут 20 доходим. Но мы в основном на автобусе или на маршрутке доезжаем, потому что далековато. Если зимой идти, так неудобно, конечно, вообще. Это далеко не последнее новшество в молодом микрорайоне. Здесь планируется возведение еще нескольких нужных объектов. Вопрос строительства учреждения образования в данном микрорайоне, как учреждения общего среднего образования, так и дошкольного образования, приобретает особую значимость, но не заставляет себя ждать. Кроме того, в ближайшем будущем в данном микрорайоне планируется строительство еще одного детского сада и школы. Данная позиция прописана также в распоряжении президента о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения. Планируется, что новый детский садик распахнет свои двери для маленьких горожан 7 ноября. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова